В Самаре потушили пожар на Галактионовской, который вспыхнул во вторник около 7 часов вечера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. Горели два частных дома номер 241 и 243. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По словам местной жительницы Татьяны, она находилась дома, когда услышала странные звуки. Вышла на улицу и заметила, как горит соседнее нежилое здание. С него огонь перекинулся и на 243 дом, в котором проживает женщина. Они с сыном вызвали пожарных, схватили документы и выбежали на улицу. Дом вообще был нежилой. То есть люди там, ну кто-то купил, кто-то снял квартиру, уехали. Нет, ну хозяева в этих квартирах во всех есть. Ну а туда постоянно кто-то проникал. Постоянно двери вскрывали, я ругалась, я даже дралась, ходила, проверяла все время. Копатели зимой нас мучили, искали ценности в этих. Все полы там подскрывали во всех квартирах. На место происшествия приехала глава Ленинского района Елена Бондаренко. Сейчас идет тушение пожара по адресу Галактионовской 241. Это частный дом, в котором никто не проживал. Причину пожара установят органы дознания. Сейчас самая главная задача по тушению пожара – определить сумму нанесенного ущерба. По адресу Галактионовская 241 никто не проживал. В соседнем доме жили две семьи. Пострадавших нет. От пункта временного размещения жители отказались, будут ночевать у родственников. Городские и районные власти окажут погорельцам всю необходимую поддержку. Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Диктант памяти, спектакль на военную тему, соревнования и легкоатлетическая эстафета. Подготовку Самары к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне обсудили на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Наведут порядок совместными усилиями. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с руководителями компаний, находящихся на заводском шоссе. К возможному паводку готовы. Заместитель главы Самары Владимир Василенко провел совещание с главами районов, представителями муниципальных предприятий и служб спасения. Им песня «Трудиться и жить помогает» во Дворце ветеранов прошел концерт «Пасхальные колокола». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 105 машин скорой помощи в больнице и поликлинике. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения. В последние годы закупили 14 тысяч единиц медицинского оборудования. 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировали. Построили большое количество новых зданий лечебных учреждений. Сейчас в регионе есть техническая возможность доезжать до пациента в пределах золотого часа и спасать жизнь людей. Сегодня на службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин «Лада Гранта» для мобильных бригад и врачей, которые будут обслуживать пациентов дома. 14 «Лада Нива» с носилками, возможностью перемещения нетранспортабельных пациентов на проведение процедур. И 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Во время передачи ключей губернатор заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в регионе продолжится. Всего за последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи. Диктант памяти, спектакли на военную тему, соревнования и легкоатлетическая эстафета. Самара готовится к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий представили главе города Елене Лапушкиной. Кроме кинопоказов под открытым небом, концертов и спортивных состязаний, самарцев ждут театральные спектакли, конкурсы и викторины на площадках областного центра. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Отметить 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Самаре планируют масштабно. Только городским департаментом культуры организовано 199 праздничных мероприятий. Ими планируют охватить порядка 30 тысяч человек. Самарцев и гостей города ждет выступление губернского хора «Золотая лира». Коллектив сдаст три концерта. В свой репертуар включили спектакли о Великой Отечественной войне театра. Зрители смогут увидеть «Повесть о настоящем человеке», «Возвращение», «Красное вино победы», «Танцплощадка 1945», «Молодая гвардия» и многие другие постановки. В библиотеках пройдут книжные выставки, патриотические часы, литературно-музыкальные программы. Также будет серия мероприятий «Этих дней не смолкнет слава», мастер-классы, уроки мужества, викторины, вечера памяти и иные мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию. Насыщенную программу в этом году представил и городской департамент образования. В рамках проекта «Разговор о важном» с 3 по 12 мая будут организованы тематические классные часы и музейные уроки, посвященные Дню Победы. На уроках мужества запланированный показ документальных фильмов, беседы, тематические мероприятия, а также экскурсии в школьные музеи. Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы» планируют охватить до 12 тысяч человек. Она пройдет 23 апреля. Департамент физической культуры и спорта в рамках подготовки к 9 мая проведет легкоатлетическую эстафету. Она пройдет в два этапа. Также региональные местные спортивные федерации запланировали проведение ряда мероприятий, которые посвящены Дню Победы. Это соревнования городского округа Самара по спортивной борьбе на призыву офицера России по Самарской области, которые посвящены Дню Победы. Также соревнования городского округа Самара по благостному спорту регата День Победы. На сегодняшний день в Самаре проживают 3907 ветеранов Великой Отечественной войны. Департамент опеки им оказывает всестороннюю поддержку. 5 мая в окружном доме офицеров проведут торжественное мероприятие, на котором ветеранам вручат подарки и благодарственные письма. Для удобства участников Великой Отечественной войны будет организована подача 9 автобусов для доставки водой обратно. 8 и 9 мая ветераны Великой Отечественной войны примут участие в церемонии возложения на площади Славы. Нами будет организована доставка ветеранов из дальних районов и обеспечение цветами. Память о героях и событиях Великой Отечественной войны в Самаре хранят 327 мемориальных объектов. Почти четверть из них открыта за последние два года. В том числе Стелла Самара – город трудовой доблести. В ходе расширенного заседания областного оргкомитета Победа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу в ходе месячника по благоустройству еще раз проверить, чтобы все памятники, мемориальные доски и другие объекты выглядели достойно. И майские праздники Самара встретила торжественно и красиво. 9 мая для нас всегда было священным праздником, самым главным праздником. Мы всегда готовились к этому празднику. Сейчас в рамках месячника по благоустройству наводим порядок, но у нас есть еще и другие обязательства по содержанию воинских захоронений, уход за мемориальными сооружениями. Много-много задач. Это и проведение мероприятий массовых, немассовых. Это разговоры о важном в школе. Это мероприятия в дворцах культуры. Ну, огромное количество мероприятий запланировано. И, конечно, санитарное содержание, мемориальные сооружения, мы тоже приведем все в порядок. Уже разработанный план безопасности на время проведения всех праздничных мероприятий. Следить за порядком на улицах города будут народные дружинники совместно с сотрудниками полиции. В подготовках к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне охватило все районы областного центра. На площади Куйбышева уже начали монтировать трибуны, в том числе и для маломобильных граждан. Тематические мероприятия, приуроченные к 9 мая, начнутся уже в апреле и продолжатся до середины мая. Виктория Шарая, Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Скоординировать работу городских служб во время месячника по благоустройству и расставить приоритеты. Первый замглавы города Владимир Василенко провел совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии с представителями профильных служб. Подробности узнала Галина Топилина. Подготовка к общегородскому субботнику и приведение улиц в порядок в ходе месячника по благоустройству стали главной темой повестки еженедельного совещания под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Особое внимание первый вице-мэр поручил уделить уборке улично-дорожной сети. К сегодняшнему дню в Самаре более 80% дорог местного значения очистили от мусора. Теперь на них выйдут поливочные и вакуумно-подметальные машины. Подрядчики профильного департамента должны увеличить количество спецтехники. Она должна в полном объеме работать и днем, и ночью. В настоящее время на уборку улиц в общей сложности круглосуточно направляют 52 поливочно-моечные машины и 21 вакуумно-подметальную машину. Это большие и малые дорожные пылесосы. Только в Кировском районе благодаря пылесосам с улиц собирается более 50 тонн пыли в сутки. Для поддержания объектов в нормативном состоянии в соответствии с регламентом летнего содержания в ближайшее время подрядчикам требуется переоснастить оставшуюся часть машин, которые пока задействованы в других технологических операциях. Работы на улично-дорожной сети организуются в две смены. Однако основной объем задач выполняется в ночные часы, чтобы не создавать проблем автомобилистам. Обочины чистят, когда припарковано меньше машин, чтобы захватить всю ширину проезжей части. Важно не только собрать мусор, но и своевременно его вывести. Первый зам главы города поставил задачу профильным службам оперативно реагировать на все поступающие в связи с этим обращения жителей, продолжать адресный мониторинг. Активность жителей в этом году отмечается у нас, скажем так, высокая. Мусора несут на контейнерной площадке в достаточном количестве, поэтому задача также стоит по увеличению количества техники на вывоз. Это еще на той неделе глава ставила задачу на штабе, поэтому сейчас увеличили, сейчас смотрим, анализируем, где что есть, еще какие моменты подтянуть. Контроль за сезонными работами не ослабевает. Этим занимаются также МБУ «Дорожное хозяйство», МПГТ по благоустройству, административные комиссии внутригородских районов. К подрядным организациям, управляющим компаниям и другим хозяйствующим субъектам принимаются надлежащие меры в случае недобросовестного исполнения обязанностей на вверенных территориях. На 22 число по части общегородского субботника, который будет проходить, то есть задействованы все органы исполнительной власти по линии субъекта, по линии города, территория закреплена. Все неравнодушные жители Самары также приглашаются к участию в среднике 19 апреля, а затем и в общегородском субботнике, который пройдет 22 апреля. Инвентарь выдадут управляющие организации и районные администрации. Для уборки на улицах в общественных пространствах все необходимое предоставят предприятия и организации, на чьем содержании находятся территории. Перечень организаций доступен на официальном сайте администрации города. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Навести порядок совместными усилиями глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на заводском шоссе. Там же присутствовали как представители крупнейших компаний, так и индивидуальные предприниматели. Темой обсуждения стало санитарное содержание улицы. Какой план работ наметили, расскажем в следующем сюжете. Заводское шоссе – одна из крупнейших улиц Самары, которая связывает между собой сразу несколько районов города. Название магистраль получила из-за большого количества предприятий, ведущих здесь свою деятельность. Сейчас в промышленной зоне работают около 30 крупных организаций и более 50 компаний малого и среднего бизнеса. Санитарное состояние улицы стало главной темой совещания главы Самары Елены Лапушкиной с руководителями предприятий. У нас заводское шоссе, дорожное плотно отремонтировано, построен новый тротуар. И вот собрались сегодня с руководителем тех предприятий, которые находятся на территории заводского шоссе, проговорили по тем замечаниям, которые выявлены, и, конечно, договорились о совместной работе на этой территории. Потому что только действительно совместно мы можем сделать так, чтобы заводское шоссе радовало не только работников предприятий заводского шоссе, но и тех людей, которые мимо проезжают. Очень надеюсь, что наша договоренность сохранится не на этот период времени, не на эту весну, а на долгое время. В ходе совещания участники обсудили уборку улицы и наметили план работ. Очистить от граффити и объявлений здания и заборы, ликвидировать парковку на газонах, собрать и вывести накопившийся мусор, выполнить ремонт бетонных ограждений. Инициатором встречи стали руководители тех предприятий, которые сами регулярно ведут уборку своих территорий и призывают остальных не отставать. Они убеждены, чем больше предприятий займутся уборкой, тем меньше соседям захочется мусорить возле себя. У нас в субботу, в пятницу начался, в субботу прошел масштабный такой субботник. И вот мы, честно говоря, не дожидаясь, соответственно, и не ссылаясь там, что кому принадлежит, проявили инициативу, встретились с руководством ГСК, сели, собственно, с ними поговорили, и они тоже также приняли участие. Глава города призвала представителей предприятий привести в надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к предприятиям, и пригласила руководителей организовать свои коллективы для участия в весенней уборке города в рамках месячника по благоустройству. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Строительные работы по возведению станции метро «Театральная» сейчас ведутся в двух зонах. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. В центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. В ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской будет скорректирован. Окончательное решение будет принято после 12 мая. К настоящему времени в историческом центре выполнено уже значительное количество таких задач, в том числе половина работ по укреплению коллектора. На второй стройплощадке, а в районе улиц Полевой и Новосадовой, уже завершается бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннеля проходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннеля проходчика планируют в ближайшее время. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Я думаю, что очень правильно объединить весь наш большой город, который протяжен у нас по берегу Волги. И, конечно, важно, чтобы люди промышленных районов, люди с безымянки смогли быстро и оперативно добираться в город, в том числе активно, участвовать в культурной жизни нашего региона, столице нашего региона Самары. Поэтому это, конечно, важная тема и важная, нужная станция, которую ждали. Командно-штабная тренировка на случай паводка прошла в Куйбышевском районе Самары. Замглавы города проверил один из пунктов временного размещения жителей и готовность спасательных служб. Подробности у нашего корреспондента. 57-я школа в поселке Волгарь на время возможного паводкового подтопления некоторых территорий Куйбышевского района станет пунктом временного размещения пострадавших жителей. Здесь получат убежище больше сотни человек. При необходимости их ждет здесь не только ночлег. Они смогут питаться в школьной столовой и получать медицинскую помощь. Проверка прошла в рамках командно-штабной тренировки. Первый замглавы Самары Владимир Василенко дал свою оценку ситуации. Не только по этому пункту, но и в целом по городу. Когда мы начинаем разбираться, сколько у нас будем говорить пожилых, сколько у нас с детьми, сколько у нас инвалидов, колясочников, лежачих, тогда вот подойти к этой ситуации нестандартно. Кого в первую очередь тогда в санаторий, профилакторий именно вести детей? Вторая тема – это инвалиды и третья – это пожилые люди. В Куйбышевском районе при неблагоприятных условиях во время паводка для потенциальных пострадавших будет работать 14 пунктов временного размещения в школах. В Кировском и Красноглинском районах людей готовы размещать в санаториях на 5-й, 9-й просеках и на Металлурге. Всего в Самаре в зону подтопления может попасть порядка 400 частных домов с подворьями. Это около полутора тысяч человек. Все это отработано, где эти площадки сбора населения, куда везти, соответственно, это все знает. Эвакуировать людей во временное жилье будут на муниципальных автобусах, а перевозить из затопленных домов на большую землю на лодках и катерах городской спасательной службы. Вот это все находится в готовности. Соответственно, тут у нас средства, круги, жилеты спасательные, носилки на всякий случай, если что-то произойдет. Если приходят сообщения, в основном мы реагируем на какую-то чрезвычайную ситуацию. То есть, в случае чего, если что, человеку стало плохо, его надо перевезти. Или мало мобильного человека и так далее. Звонят в отряд, и мы осуществляем либо большегрузные машины с высоким подлогом клиренсом, либо лодкой. Пока уровень воды в водоемах в норме. До критической отметки еще далеко. Волноваться нет причин. Однако при ином развитии ситуации все службы и организации города готовы прийти на помощь самарцам. Если говорить о готовности, то можно ставить твердую удовлетворительную оценку о готовности проведения противопаводковых мероприятий на случай, будем говорить, резкого подъема воды. Во время командно-штабной тренировки в 57-й школе первый замглавы Самары Владимир Василенко провел заседание двух комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также противопаводковую. Смотр спасательной техники и средств, развертывание мобильного пункта управления во время чрезвычайных ситуаций прошли на базе МЧС в Куйбышевском районе. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Министерство внутренних дел России сообщило о завершении уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптовалютной биржи. По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый заблокировал доступ к расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, принадлежавших юридическому лицу, название которого пока не раскрывается. В результате пользователи и собственники биржи лишились возможности использовать находившиеся в обороте денежные средства и цифровые финансовые активы, сообщает МВД России. Затем злоумышленник вывел эти средства на другие счета, присвоив в общей сложности более 3 миллиардов рублей. Для возмещения причиненного имущественного вреда юридическому лицу и обеспечения исков пользователей наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Концерт «Пасхальные колокола» прошел во Дворце ветеранов. Он собрал представителей 12 самарских организаций – городского общества инвалидов, общества боевое братство, общества глухих и других. Празднование Пасхи во Дворце ветеранов проходит ежегодно, начиная с 2009 года. В этом году концертом не ограничились. Все желающие смогли принять участие в конкурсе на лучший пасхальный кулич. Ежегодный пасхальный праздник мы проводим совместно с городским обществом инвалидов. Мы понимаем, что именно светлый праздник Пасхи – это возможность собраться вместе, порадоваться и весне, и вот такому знаковому празднику, как Пасха. Мы в этом году впервые проводим конкурс куличей. Главное условие, что куличи должны быть сделаны собственными руками, вложена частичка своей души. В Самаре состоялась торжественная церемония открытия 28-го международного фестиваля «Кино детям». Он объединил современные игровые и анимационные документальные фильмы для подрастающей аудитории. Кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы пройдут на площадках по всему региону. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Самарской области. На открытие побывала наша съемочная группа. Маленьких гостей и их родителей в холле культурно-развлекательного центра «Звезда» встречали с оркестром. Одна из композиций, которую исполнили музыканта – песенка крокодила Гена из мультфильма про Чебурашку. И действительно, организаторы 28-го международного фестиваля «Кино детям» подарили гостям не только праздник, но и раздали те самые 500 эскимо. А пока дети радовались лакомству, родители рассуждали о том, что детский кинематограф должен быть интересен и понятен, нести добрый посыл. Чтобы там однозначно было добро, какой-то добрый герой, то, к чему нужно стремиться, чтобы он захотел стать каким-то героем, чтобы там был символ, может, он пронесет его сквозь жизнь, будет вспоминать потом всю жизнь какое-то свое детское кино, которое какое-то впечатление у него оказало на всю его жизнь. Поэтому однозначно там должно быть что-то светлое и доброе. Церемония открытия фестиваля началась со спектакля «Все по-взрослому» в исполнении детского музыкального театра «Задумка». Затем презентация конкурсной программы. В нее вошла 71 картина, в том числе из стран СНГ. Эти фильмы представлены в 13 номинациях. По традиции картины оценивают эксперты двух жюри – взрослого и детского. Для кинематографа, конечно, важно, чтобы дети смотрели кино. Они воспитываются на этом. Они берут что-то самое интересное, самое необходимое именно для них. Они не будут брать то, что ты им навязываешь. Они возьмут то, что им необходимо на сегодняшний день. Фестиваль открыт! Кинопоказы и встречи с участниками фестиваля пройдут на 80 площадках Самарской области. Это кинотеатр, дома культуры, школа и модельные библиотеки. Церемония закрытия состоится 21 апреля в кинотеатре художественной. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В своем телеграм-канале глава Кировского района Игорь Рудаков сообщает, что в ТРК «Виволэнд» работает выездной пункт голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». От Кировского района в голосовании участвует сквер по Зубчининовскому шоссе, территория на 18-м километре Московского шоссе, лесопосадка у завода приборных подшипников. Все желающие приглашаются к участию в голосовании. Отдать свой голос можно на онлайн-платформе 63.городсреда.ру. Администрации Кировского района Самары в телеграм-канале сообщают, что на заводах города есть вакансии. Сотрудники требуются на завод имени Тарасова, на самарский завод Коммунарк, на электрощиты, на завод приборных подшипников. Нужны литейщики, слесари механо-сборочных работ, мастера участков, электромонтеры, маляры и сварщики. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что 24 апреля в библиотеке имени Крупской пройдет концерт. Снова копель, снова весна. В рамках цикла патриотических песен прозвучат произведения самарского композитора Евгения Митрофанова. Вход свободный, начало 18.00. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!